Как появился футбол? По мнению историков, впервые похожая игра появилась в Китае во II веке до н.э., затем в античном Риме, Древней Греции и в Египте. Играли в неё и американские индейцы, и даже эскимосы. В Японии упоминание об игре с мячом встречается в 644 году, но по-настоящему популярным футбол стал в Англии в XII веке, где поначалу на поле выходили 100-150 человек сразу. Судей тогда не было и правил ещё не существовало. Мяч можно было бить ногами и хватать руками, а соперника опрокидывать на землю. Но в 1846 году в футбол стали вводить единые правила для всех команд и приглашать судей для разрешения спорных вопросов. Чтобы не возникало сомнений, был ли забит гол, на ворота решили накинуть рыболовные сети. В 1857 году был основан первый футбольный клуб «Шеффельд». В 1863 году принят сфот правил футбольной ассоциации Англии, а также определены размеры поля и ворот. В 1871 году создан старейший футбольный турнир в мире – Кубок Великобритании. В 1904 году в Париже основана международная организация FIFA, управляющая футболом, и началась эпоха международных соревнований в этом виде спорта. В России первый футбольный матч со зрителями состоялся 24 октября 1893 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Почему в средневековой Англии запретили футбол? Как гласит история, эта спортивная игра с мячом стала популярной в Великобритании в 12 веке. Но чётких правил тогда не существовало. Можно было отбивать ногами и руками, не запрещалось бросаться на других игроков и отбирать мяч. Когда тот оказывался у кого-то из участников, за ним сразу же бежала вся толпа игроков, сбивая всё на своём пути. По свидетельствам очевидцев, подобные развлечения нередко заканчивались переломами, травмами и даже смертями. Некоторые люди, впервые увидев эту игру, принимали её за драку и спешили уйти подальше. Вскоре просьбу запретить футбол подали королю мелкие торговцы, чьи разложенные на столах товары нередко опрокидывались и растаптывались. Затем к ним присоединились богатые купцы, священники и владельцы мастерских, ведь футболисты пинали мяч от рассвета до заката солнца. Поэтому многие горожане перестали ходить из-за этого в церковь и на работу. Тогда король, угрожая длительным тюремным заключением, запретил зловредную игру в пределах городов. Футболисты переместились на деревенские просторы, где они вытаптывали поля и распугивали скот. Поэтому теперь королю жаловались и земледельцы. В 1389 году Ричард II издал указ, по которому было велено казнить любого, кто принимал участие в подобной забаве. Этот запрет был снят в Англии лишь в начале 17 века. Как в России появился футбол По мнению историков, подобная игра, называемая «шалыгой», играли в нее в лаптях на льду рек или на базарных площадях кожаным мечом, набитым перьями. Причем на игру люди шли охотнее, чем в церковь, поэтому священники призывали запретить эту народную забаву. Но современный футбол в России появился в 1880 году. Его переняли от английских моряков и рабочих иностранцев, работающих тогда на российских заводах. Первый футбольный матч с участием зрителей состоялся 24 октября 1893 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В 1901 году была основана Петербургская футбольная лига, а через 10 лет свои команды появились в Москве, Киеве, Харькове и в других крупных городах страны, в результате чего был образован Всероссийский футбольный союз. После революции футбол в стране стал развиваться еще интенсивнее. В 1923 году был проведен первый чемпионат с участием сборных разных городов. Через год была сформирована сборная СССР из лучших игроков этих команд. В 1936 состоялся первый кубок страны. В 1956 сборная СССР впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом, а через 4 года чемпионом Европы. В 2018 году Россия впервые сама принимала чемпионат мира, официальным талисманом которого, главным его символом, стал волк Забивака. В какие приметы верят футболисты? Как утверждают психологи, все игроки этой спортивной игры очень суеверны. Они считают, что удача – вещь капризная и в любой момент может отвернуться от игрока. Поэтому всячески пытаются завоевать благосклонность фортуны. Так, известный советский тренер Валерий Лобановский с опаской относился к числу 13. Когда он тренировал киевское «Динамо», никто из футболистов не выходил на поле с этим номером. Наставник киевлян придирчиво осматривал каждый новый комплект формы. И футболка с чертовой дюжиной немедленно отправлялась в мусор. Голландец Гус Хидинг, тренировавший в свое время сборную России, верит в магическую силу галстуков. Если его команда победила, на следующий матч Гус надевает тот же самый галстук. Но в случае поражения расстается с ним навсегда. Француз Раймонд Доминек полностью доверяет астрологии, поэтому внимательно изучает гороскоп каждого футболиста. Легенда голландского футбола Йохан Кройф перед началом матча плевал жвачку в сторону соперника. Однажды, перед финалом Кубка Чемпионов 1969 года, он забыл о своей традиции. И его родной клуб Аякс проиграл итальянскому Милану со счетом 1-4. Футбольный голкипер Норберт Никбур, выступавший за немецкий клуб Шальке, выходил на поле с фотографией Папы Римского в кармане. А лучший вратарь СССР 80-х годов Ренат Досаев очень дорожил перчатками, которые подарил ему немецкий коллега Харальд Шумахер. Правда, в этих перчатках он никогда не играл, но всегда выносил их с собой на поле и клал в ворота. Как говорят сами спортсмены, суевернее футболиста может быть только другой футболист. А знаете ли вы, за что Зидан ударил Матераци на чемпионате мира? 9 июля 2006 года вошло в историю футбола не только самим фактом проведения финала 18-го чемпионата мира, в котором сошлись сборные Франции и Италии, но и тем, что в этот день Зинедин Зидан закончил свою профессиональную карьеру, ударив головой защитника итальянской команды Марко Матераци. Зидан? Ух ты! Ничего себе! Вот это да! Тогда мир разделился на тех, кто говорил, что Зидан подвел команду, и тех, кто называл его настоящим мужчиной. Также всем было интересно, за что же Зидан ударил Матераци. Были разные версии. Основная гласила, что Матераци оскорбил мать Зидана. Сам же Матераци давал разные комментарии по этому случаю, и даже выпустил шуточную книгу под названием «Что на самом деле я сказал Зидану», предоставив 250 разных версий фразы. Ну а настоящую правду он раскрыл на десятилетии юбилея того финала. Если тебе нравится моя майка, я подарю тебе её после матча. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!